МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционно сначала немного о погоде. На территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха составит 21 градус выше нуля. Ветер северного направления скоростью до 5 метров в секунду. Начнем выпуск с информации о концертах, которые состоятся в ближайшее время. Гомельчан ждет продолжения совместного музыкального проекта к филармонии и картинной галереи Ващенко. Слушателям предложат концерт камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова, солистки, лауреаты международных конкурсов Ольги Кузьменко и флейтиста Александра Ревенка. Программа под названием «Чарующие звуки Августа» составлена из произведений популярной классики, а украсит ее сольной партией бандонеона. К слову, этим уникальным инструментом Андрей Глазенков владеет в совершенстве. Приходите 19 августа в летний дворик галереи. Начало 18.30. Картинная галерея Гаврила Ващенко и коллекционер из Гомеля Жанна Малышенко представляют гомельчанам ретро-проект «Олимпиада-80. Взгляд через 40 лет». Гости галереи смогут вернуться в Москву 1980 года, окунуться в атмосферу летних Олимпийских игр, на выставке «Самые разные вещи», в которой хранится отображение того знаменательного события. Также окунуться в 80-е поможет импровизированный уголок советской квартиры. В нем можно присесть в старое кресло, полистать журналы за 80-й год, а дети смогут поиграть в настольные спортивные игры СССР и попрощаться с Олимпийским Мишей. В Российском центре науки и культуры в Гомеле продолжает работать выставка «Вальс цветов». На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы, а написаны они учащимися Гомельского государственного художественного колледжа. Познакомиться с творчеством ребят можно до 31 августа. К следующим новостям. Сегодня в областном центре пройдет электронная ярмарка вакансии. В ней примут участие медуниверситет, областной клинический кожвендиспансер, а также Горэлектротранспорт, Центролит, Гомсельмаш, Станкогомель и ряд других предприятий. Ярмарка вакансии будет проходить на единой информационной площадке. В случае заинтересованности можно задать вопрос в чате, получить консультацию и передать резюме. Если по техническим причинам наниматель не сможет дать ответ, то с соискателем свяжется позднее. Для этого нужно будет указать адрес электронной почты. Завтра, 14 августа, будет проведена прямая линия по вопросу досрочной профессиональной пенсии. На вопросы жителей Гомельской области ответит представитель Фонда социальной защиты населения. Уточнить информацию по теме изменения подходов в определении права на досрочную профессиональную пенсию можно будет с 11 до 12 часов по номеру телефона в Гомеле 38-91-64. В Беларуси продолжается акция «За что я люблю родную землю». В ее рамках каждый желающий может представить свою творческую работу. Сочинения, стихотворения, рассказ или что-то другое на белорусском языке. В своей работе нужно рассказать о главных достижениях в развитии своей местности, поделиться тем, что вызывает чувство гордости и любви к малой родине, ее прошлому и настоящему. Работы принимаются до 23 августа. Награждение победителей состоится в время недели художественного слова, которое пройдет на базе Национальной академии наук Беларуси с 31 августа по 6 сентября, а также в рамках Дня белорусской письменности. К другим интересным новостям. В штате Вирджиния мужчина купил 25 лотерейных билетов. И все они оказались выигрышными. Счастливчик пришел в магазин за покупками и приобрел лотерейный билет за 1 доллар. Но интуиция подсказала ему купить 25 штук. В итоге каждый билет принес по 5000 долларов. Комбинация одинаковых чисел помогла сорвать 25 джекпотов. Теперь сумму 125 тысяч долларов американец потратит на оплату обучения детей в колледже. Российские специалисты создают новый способ зарядки смартфона, при котором не потребуется подключение к электросети. В его работе используется солнечная батарея и энергия света. Зарядить телефон получится даже при тусклом свете. Для этого специалисты разработали новый тип солнечных батарей, которые можно будет разместить на корпусе или чехле гаджета. Их коэффициент – поглощение света в два раза выше, чем у обычных солнечных панелей. Уникальность этой разработки придает и компактность. Для работы с интернетом потребуется всего 5 квадратных сантиметров солнечной батареи, а для передачи данных по Bluetooth – 12, подчеркивают разработчики. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственная, социальная и культурная темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Ольга Поправкина расскажет о том, можно ли оформить дарственную по частям. Гражданин вправе самостоятельно принять решение, какую долю и кому он будет дарить, поэтому это не проблема – оформить договор дарения по долям 3 четвертых одному ребенку, а 1 четвертую другому ребенку. Для этого необходимо обратиться в любую нотариальную контору, к любому нотариусу, либо в нотариальное бюро по месту нахождения объекта недвижимости. Нотариус даст полную консультацию по необходимым документам, которые необходимо собрать для удостоверения договора. И придя в нотариальную контору дарителя, даряемые и заинтересованные лица, можно оформить этот договор. Договор дарения можно расторгнуть в судебном порядке. По соглашению сторон данный договор не расторгается. И, в принципе, изменения какие-то можно внести, но не противоречит себе законодательству. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, с нами поделились гомельчане. Они дали немало дельных советов, рассказали о проверенных вариантах и, что важно, практически незатратных видах досуга. Меня зовут Егор, мне 21. Я занимаюсь квестами в реальности в городе Гомель. Вест — это игра, в которой смысл заключается в том, чтобы вас и вашу команду запирают в определенные локации, с определенным сюжетом и задачей, которые вы должны выполнить за определенное количество времени. Время это ограничено. Формат такой игры необычный, он постоянно дарит кучу эмоций. Основную аудиторию называть очень трудно, потому что это могут быть как дети от 7 лет, так и взрослые, старше 60. В основном, конечно, чаще всего ходят дети, школьники, студенты. Квест в реальности абсолютно безопасный вид развлечения, потому что там все тщательно всегда продумывается, постоянный контроль над игроками, по видеонаблюдению, звуковое сопровождение, поэтому это абсолютно безопасно. Поиграв в квест, можно отпраздновать таким образом свой день рождения. Это можно подарить близкому, это можно подарить другу. Как всегда, новый день с вами встречали «Утренний Фрэш» и я, Павел Михно. Желаю вам только хороших новостей. Не переключайтесь, с нами интересно. Субтитры сделал DimaTorzok